Рубрика В двух-трех словах Но на один вопрос хочу ответить все-таки немножко подробнее Вопрос первый много времени не займет Вопрос такой Некоторые наши подписчики пишут, как нам можно помочь материально поддержать канал Друзья, начнем с того, что самая большая для нас будет помощь от вас Это если вы будете о нас молиться, потому что в первую очередь мы администраторы Мы не какие-то люди с какими-то сверхспособностями, особой какой-то мудростью, проницательностью Нет, мы обычные люди из такой же, как говорится, плоти и крови, как и вы Не всегда у нас бывает мудрости, что, как делать Не всегда идеи приходят Поэтому самая большая будет от вас помощь, поддержка нашему каналу – это молитвы Если вы будете о нас молиться, чтобы Господь Бог даровал нам мудрости Разума, ведения, способности, идеи, как и что делать Это будет самая большая помощь, в которой мы очень нуждаемся на самом деле Ну а если есть у вас такое желание, как многие спрашивают, как помочь материально, поддержать канал, поддержать нам То в описании под роликом всегда указаны наши номера телефонов И вы можете перечислить какую-то помощь через эти номера телефонов На любой банк, который вам удобен Ну а теперь переходим, собственно говоря, к главному вопросу, на который сегодня хочу порассуждать Подписчик нашего канала, Сергей, под проповедью Михаила Ивановича Хорева Написал такой комментарий с вопросом Давайте его прочитаем Где в Библии написано, что ангелы пели Просто эта ересь, что ангелы поют, проникла почти во все деноминации Я знаю, что брат уже в вечности, но хочу получить ссылку на конкретное местописание сторонников ангельского пения Что ангелы поют Хочу сам прочитать Итак, вот такой вопрос Вот такой комментарий Действительно Тема может быть интересная Но как говорит автор данного вопроса, Сергей Сергей, вот вы говорите о сторонниках ангельского пения Ну, я не знаю, что у нас в братстве, в христианстве есть вообще люди-сторонники или противники ангельского пения Вообще, это тема такая, которая, ну, я думаю, так мало кого волнует, мало кого интересует Но давайте все-таки вопрос Вообще, все, что касается ангелов, почему-то, людей очень интересует Ну, в принципе, оно и понятно, что ангелы – это такие существа, которые Духовные существа, которые выше, как сильнее людей И это тот мир, который мы не видим Который может как-то нас интересовать И вот действительно, поют ангелы или нет Ну, давайте порассуждаем, разберемся с этим вопросом На самом деле, вот, Священное Писание, Библия Однозначного ответа на этот вопрос не дает Есть три текста, которые как бы показывают, что поют ангелы или не поют Три текста, давайте их прочитаем Первый текст, который говорит нам Или который, как бы, ну, можно сказать, приводит в качестве того, что Ангелы поют Записан в книге пророка В книге Иова 38 глава, 7 стих Книга Иова, 38 глава, 7 стих Давайте его прочитаем Тут буквально написано так При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости Вообще, книга Иова – это книга поэзии И, вы знаете, вот, у евреев вообще поэзия – это был больше как бы такой образный, что ли, язык Утренние звезды, сыны Божьи Может быть, это не обязательно даже сказано к ангелам, на самом деле Может быть, это какие-то другие духовные существа, которые существуют там Убога, потому что Вот все эти духовные существа, как вот многие исследователи, Библия вообще разделяет их там на разные, что ли, вот, на разные уровни Или на разные расы, там, можно как угодно сказать, там, на разные классификации Здесь, может быть, вот, утренние звезды и сыны Божьи – это не обязательно относится к ангелам, к каким-то другим существам Но все же, если представить, что это относится к ангелам, здесь конкретно в тексте не написано, что они пели Здесь написано, что ликование и восклицание от радости Дело в том, что еврейское слово, которое тут переведено как ликование и как восклицание, оно не обязательно может означать ликование Оно не обязательно может означать пение Это слово можно перевести как пение, как восклицание от радости, как ликование, как просто радость То есть, здесь конкретно нет такого понимания, что ангелы поют. Но, по крайней мере, написано, что они ликовали и восклицали от радости. Значит, другой текст о том, что ангелы поют, наш любимый текст, любимый текст многими нашими детьми, который мы все читаем на Рождество, которое вот у нас тоже будет. Вот вторая глава Луки, вы его все это текста прекрасно знаете. Давайте прочитаем два стиха, 13 и 14. Евангелие от Луки, вторая глава, 13 и 14 стихи. Здесь написано так. «И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу и на земле мир в людях благоволения». Здесь конкретно вот в синодальном переводе написано «славящее и взывающее». То есть вот ангелы славили Бога и взывали. Не написано, что они пели, но можно сделать предположение, что, опять же, они могли петь. Ну, написано, что они славили и взывали. Я, например, думаю, что лично мое мнение по этому вопросу, я думаю, что они могли, скорее всего, петь. Хотя это не факт. Это не факт. Но написано так, как написано, что они славили Бога и взывали. Так, еще один текст, который мы прочитаем. Это книга Откровения. Итак, мы прочитаем, значит, пятую главу. Давайте прочитаем с восьмого стиха. Книга Откровения, пятая глава. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед ангелом, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиала, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, потому что ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Бога нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было темы темы тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал я громко, слышал я, говорила, сидящему на престоле и агнцу благословение, честь и слава, и держава во веки веков, и четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков». Смотрите, вот этот текст тоже вроде как с одной стороны говорит, что ангелы пели. Но на самом деле здесь мы видим, что конкретно если про ангелов говорить, то написано, что они говорили. То есть, вот, тринадцатый стих, например, говорит «слышал я, говорила». То есть, говорила. То есть, они не пели, они говорили. Они восклицали. Вот, потом двенадцатый стих, которые говорили громким голосом. Достоин агнец. То есть, вот в одиннадцатом стихе говорится про миллион ангелов. Но тут, опять же, ангелы идут вместе с животными и со старцами. И написано «говорила» громким голосом. Конкретно, что пели, конкретно, что пели в девятом стихе, говорится кому? Говорится о четырех животных и двадцать четыре старца. Ну, двадцать четыре старца, как мы понимаем, это люди, это церковь, которая находится на небе. Кто такие вот эти вот животные, которые здесь изображены, мы не знаем. Они вот в Библии встречаются, опять же, только один раз. И больше мы этих животных не встретим нигде. То есть, вот только один раз они встречаются в Священном Писании. Интересно, что вот эти животные, они были, как вот, у них был необычный вид, они были непонятного для нас происхождения. Духовные ли это существа, или это вполне физические существа непонятные. Но у них есть разум наподобие человеческого или близкий к человеческому, или такой же, как у людей. Они могут говорить, они могут, как мы видим, петь. Но то, что ангела поет, опять же, мы здесь не видим. Я думаю, что они пели. И многие тоже думают, что они пели. Хотя есть те, кто считает, что они не пели. Но вообще, на самом деле, трудно мне представить, что этот вопрос вообще кого-то так вот прям сильно заботит. Итак, вы утверждаете, что... Значит, давайте так. Пели ангелы или не пели ангелы, мы не знаем. Потому что Священное Писание не дает нам такого конкретного ответа на этот вопрос. Мы знаем, что ангелы славят Бога, что они Бога прославляют, что они говорят. А поют они или не поют, конкретно об этом не написано. Но лично мне видится, что они поют. И многие христиане также думают, что они поют. Ну, не знаю. Но вот вопрос в другом. Вы здесь конкретно в вашем вопросе говорите, что вот это ересь, которая проникла почти во все деноминации. И фактически вот брата... Вы это прямо вот так вот не сказали, но вы говорите, что это ересь. Вот интересно. Получается так вот, что брата проповедника, уважаемого брата Михаила Ивановича Хорева, вы, получается, обвиняете в том, что он проповедует ересь. Что такое ересь? Давайте немножечко хочу теперь порассуждать вообще вот на эту тему. Что является ересью, что не является ересью. Что такое? Нужно понять вообще вот пение ангелов. Ересь это или не ересь это? И что такое ересь? Вообще, вообще вот в библейском образовании, в библейском понимании есть три таких понятия, как ересь. Первое – это ересь. А второе – заблуждение. Третье – это разномыслие. Ересь, ересь... Давайте пробежимся по каждому из этих пунктов отдельно. Смотрите, ересь – это любое учение, утверждение или понимание Священного Писания, которое отрицает основные учения или догмы Священного Писания, которые влияют непосредственно на наше спасение. Ересью можно считать те учения, которые, допустим, отрицают первое. Как мы понимаем, триединство Божие. То есть, любое учение, которое не принимает учение Библии, догма о триединстве Божьем, является еретическим. То есть, все, допустим, христиане, которые называют себя, скажем, единственники, которые считают, что Бог во времена Ветхого Завета проявлялся как Бог Отец, Он во времена Нового Завета проявлялся как Иисус Христос, а потом и до сегодняшнего дня проявляется как Дух Святой, но не является триединным – это еретики. Или такие радикалы, как, допустим, свидетели Егова, которые говорят, что Священное Писание утверждает, что Бог Един – это только Бог Отец Егова, а Иисус Христос – это первый сотворенный ангел. Соответственно, Дух Святой в их понимании – это только действующие силы Бога. Есть такие, кто утверждает, допустим, что, как вот, например, у мормонов, есть такое понимание, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это три разных Бога. То есть такой политеизм, как бы, христианское, в кавычках, христианское, типа псевдохристианское, вот так даже будет правильнее сказать, псевдохристианское многобожие. Это ересь. Потом ересью также можно назвать то, что отрицает божественность Иисуса Христа и божественность Святого Духа. Ересью можно также считать то, что отрицает, допустим, божественную или человеческую природу Христа. Что у Христа, допустим, было тело, не физическое тело, а какое-то тело особое, духовное. Это ересь. Итак, что еще также можно считать ересью? Ересью также можно считать то, что, допустим, как-то отодвигает понимание о том, что вот понимание вот это, что Иисус Христос на кресте все сделал для нашего спасения, как-то его куда-то отодвигает и ставит на его место или наравне с этим еще какое-то утверждение. Ну, например, допустим, возьмем, что такой момент, скажем, если что, вера в Иисуса Христа вполне недостаточно, но надо еще что-то, надо еще что-то к этому, допустим, там, соблюдайте, к примеру, заповедь, допустим, о субботе, и там, не есть свинины, или как лет, наверное, уже 10 назад одна девушка из другого учения, значит, споря со мной, мне как-то сказал такую фразу, что вот то, что ты говоришь о том, что ты имеешь уверенность, допустим, спасения, свидетельства о себе самом, что это самообман, вот, говорит, я спасена, я рождена свыше, потому что, помимо, что я говорю на иными языками, у меня есть знамение, или знамение, как правильно, не знаю, иных языков, вот, для нее вот именно вот этот феномен говорения иными языками, он фактически был, как бы, вот, залогом ее спасения, то есть, вот, то, на основании чего фактически она строила свое спасение, и вот именно что учение о том, что Иисус Христос, вот, Он все на кресте сделал для ее спасения, оно отходит на второй план, вот, главное то, что я говорю иными языками. Вообще, конечно, да, само это учение, оно уже является ложным, но просто вот еще даже вот с этой точки зрения, если посмотреть такой яркий пример того, является, что является ересью или не является, отодвигание Иисуса Христа, Его крестной смерти и воскресения, то, что вот это, это главное, главная, вот, вера в это, главный залог нашего спасения отодвигается на второй план или ставится наравне, вот, наравне с этим библейским учением, с этой догмой. Также ересью можно считать любое какое-то, вот, учение, утверждение, которое может, там, как-то ограничивать, допустим, природу Бога, к примеру, там, Его всемогущество, там, или еще что-то, какие-то характеристики, вот, личные сны, вот, атрибуты, качества Бога. Его, допустим, там, милость, любовь, там, вот, все прощения, вот это вот, там, или принижение как-то, это вот все то фундаментальное вообще, от чего зависит наше с вами спасение. Вот, если какое-то учение или понимание, оно, вот, это исключает, или, там, принижает, или это двигает, вот, то, от чего зависит наше спасение, вот эти, вот, главные христианские догмы, это ересь. Вот, все, что это, там, отрицает, это ересь. Второй момент – это заблуждение. Что такое заблуждение? Давайте поговорим немножечко вкратце на эту тему. Что является заблуждением? Заблуждение – это какое-то учение, понимание, какие-то взгляды, или толкование текстов Писания, которые никак не влияют на мое спасение, они являются второстепенными. Ну, допустим, например, взять, скажем, вот, такой момент, что некоторые христиане утверждают, что верующим, нам, христианам Новозавета, верующим надо соблюдать какие-то постановления из Ветхого Завета, и приводят, там, кто что. Там, и соблюдение субботы, допустим, наравне с воскресеньем, там, неупотребление, там, в пищу, скажем, свинины, еще какие-то, там, постановления Ветхого Завета – это все, вот, это заблуждение, допустим. Можно много привести разных, скажем так, примеров, ну, например, такой вот, допустим, яркий пример, как вот в Писании написано над кругом Земли. И вот мы прекрасно понимаем, что это говорится о земном шаре, о ее шарообразной форме, но другие христиане есть, которые считают, что круг Земли имеется в виду дискообразная форма, то есть утверждать, что Земля плоская. Вот, это заблуждение такое, яркий пример, яркий пример, допустим, яркий пример заблуждения. Есть разномыслие. Разномыслие в христианстве – это что нужно понимать под словом «разномыслие»? Разномыслие – это когда вот текст Священного Писания вообще он не догматический, он не главный такой, от него никак не зависит ни спасение, там ни мое спасение, ничего, ни хождение перед Богом, вообще ничего. Но этот текст Священного Писания, может быть, я его понимаю так, другой его понимает по-другому, третий его понимает как-то еще. Допустим, возьмем такой яркий пример. Скажем, допустим, мы возьмем пример о том, когда будет восхищение церкви – до Великой скорби, во время или после. Вот эти три мнения. Большинство христиан, и я в том числе, мы считаем, что церковь будет... На основании Священного Писания мы считаем, что церковь будет восхищена до Великой скорби. Но многие христиане считают, что будет восхищена во время Великой скорби. Кто-то считает, что после Великой Скорби – это разномнение. Хотя, в принципе, эти учения можно считать и заблуждениями на самом деле. Но, в принципе, каждый из этих групп верующих вдвигает какие-то свои понимания тех или иных библейских вопросов. Я считаю, что и многие христиане считают, что церковь будет восхищена до Великой Скорби. А кто-то считает по-другому. Или, например, можно, допустим, взять, скажем, книгу «Откровение», где послание семи церквям. В основном все христиане это понимают как семь периодов развития истории церкви. То есть, вот история церкви. Другие же так не понимают, считают, что это относится непосредственно по местным церквям. Или еще как-то, что это не надо понимать как всемирная история церкви. Семь периодов. Нет. Но в основном все считают, что это именно семь периодов. Это разномнения, которые на наше спасение вообще никаким образом никак не влияют. В чем здесь тоже есть вот такая опасность? Вот, как, напомню, один брат сказал, может ли заблуждение или какое-то мнение стать ересью? Да, может. Да, может. Опять же, допустим, возьмем, к примеру, ту же самую плоскую землю. Вот если христианин, очень многие христианины считают, что если ты не веришь в то, что земля плоская, дискообразная какая-то, ей, как говорится, ненужно зачеркнуть, то ты не спасенный. Вот то, что ты веришь в Иисуса Христа, правильно, ходишь перед ним, стараешься правильно, свято жить, но ты веришь, что земля шарообразная, все, ты не спасенный человек. Вот, друзья, это ересь. Вот это уже ересь. То есть, почему? Потому что оно отодвигает наше понимание, нашу веру в Иисуса Христа на второй план. Главное, что я верю в то, что земля дискообразная, плоская. Или, допустим, как многие считают, что христиане, которые верят в то, что они не останутся на Великой Скорбе, будут восхищены до Великой Скорбе, таких называют доскорбники. И для них самое главное – это то, что ты веришь в то, что церковь останется на Великой Скорбе, это самое главное. Вот если ты считаешь по-другому, ты еретик. Потому что для них учение о том, что церковь будет взята до Великой Скорби, является ересь. То есть, для них это самый главный, ключевой вопрос. Вот это ересь. Почему? Потому что вера в Иисуса Христа, опять же, отодвигается на какой-то другой план. Становится во главе спасения. Или соблюдаю я субботу, или не соблюдаю. Ем я свинину, допустим, или не ем свинину. Соблюдаю я что-то из Ветхого Завета, какие-то постановления, или не соблюдаю. Для многих христиан это уже является тем, что залогом спасения, что мало верить в Иисуса Христа, надо что-то еще из Ветхого Завета соблюдать. Кстати, это не новое учение. Например, вот этой ересью заразилась целая область еще в первом веке христианства. Когда христианство только заразилась, целая область Галатии была такая, Галатийская область, территория где-то посередине современной Турции она находилась. Там верующие были заражены вот этой идеей, что веры в Иисуса Христа недостаточно, надо еще обрезание соблюдать, что-то из Ветхого Завета. И апостол Павел конкретно говорил, что вы остались без Христа, потому что для них именно вот эта жизнь под законом, от которой Христос нас освободил, для них это было фактически главой угла спасения. То есть это было твердое основание их уверенности в том, что они спасены. Не то, что они верят в Иисуса Христа, не то, что Иисус Христос сделал. Да, это все хорошо, правильно, но надо еще что-то. Надо еще что-то сделать, какие-то ветхозаветные обрядовые действия, чтобы уже точно получить спасение. Как у одного брата спросили, почему ты соблюдаешь что-то, какое-то постановление из Ветхого Завета. Он говорит, так надежнее. Надежнее что? Надежнее того, что Иисус Христос сделал на кресте? Самое надежное. Самый надежный залог нашего спасения – это вера в то, что Иисус Христос все на кресте сделал для нашего спасения. Так вот, дорогой Сергей, вы утверждаете, что вера в то, что ангелы поют – это ересь. Вопрос. Вот если я, допустим, верю, что ангелы поют, как это влияет на мое спасение? Как это влияет на мое хождение перед Богом? Это вообще такой краеугольный, веручительный аспект, на котором я строю свое спасение, или что? Это вопрос, он даже не второстепенный. Это вопрос, может, там, третьестепенный, четверростепенный. Но вы утверждаете, что это ересь. Вот понимаете, в чем у вас опасность? Если вы думаете, что это ересь, вы можете сами впасть в ересь. Вы можете сами стать именно что-то еретиком, потому что вы считаете, что ангелы, допустим, не поют. И это может стать главой угла вашего спасения. Кто-то верит, что ангелы поют, кто-то не считает так, кто-то считает по-другому. Мы этого точно не знаем, поют ангелы или не поют, но это никак не является залогом нашего спасения. Никаким образом вера в то, что поют ангелы или не поют, залогом нашего спасения не является. И что интересно, смотрите, Бог, вот он в Священном Писании открыл ровно столько, сколько нам нужно знать. Вот какие-то вещи, какие-то истины Бог в Священном Писании открывает полностью на 100%. Какие-то на 80%, какие-то на 70%, какие-то на половину, какие-то только приоткрывает процентов на 5-10%. И вот об ангелах, да, эта тема, конечно, очень интересная. Но Бог по своей милости, по своей премудрости, Он открыл ровно столько об ангелах, сколько нам нужно знать. Мы не знаем наверняка, какие там у ангелов бывают категории, или как некоторые говорят, расы, или как группы, что ли, ангелов, как они подразделяются, делятся, мы не знаем. До конца основательно мы этого не знаем. Мы просто все строим предположения на основании, опять же, Священного Писания, что нам чуть-чуть, буквально, чуть-чуть приоткрыто. Вот на этом мы, собственно говоря, и строим наше понимание об ангелах. А вот как там все на самом деле, в том числе, как ангелы прославляют Бога, на 100% мы этого не знаем. И Богу нужно было, для какой-то своей цели, нужно было открыть нам именно столько, сколько Он открыл. Поют ангелы или не поют? Какие ангелы бывают, как они подразделяются? Знаете, мы когда об этом узнаем? Когда придем в вечность. Да, вот тогда мы все увидим своими глазами, какие бывают ангелы. Как они прославляют Бога, мы услышим нашими ушами. Ну, а здесь, сейчас, живя на земле, давайте, как апостол Павел учил, не будем вторгаться в те сферы, в которых мы ничего не понимаем. Давайте не будем туда вторгаться, чтобы нам не увлечься какой-то философией, служением ангелов или еще куда-то не уклониться. Чтобы нам самим не впасть в ересь, вот в чем самое главное. Чтобы нас Иисус Христос, Он не стал на втором месте, а ангелы стали на первом месте. Давайте строить нашу жизнь вот именно на основании веры, в первую очередь, в Иисуса Христа, в то, что на кресте Он все сделал для нашего спасения. Выстраивать наши личные взаимоотношения со Христом, стараться жить правильно, жить свято, чтобы угодить Богу здесь, на земле. Правильно строить взаимоотношения с людьми, друг с другом и с людьми, чтобы люди, которые нас окружают, смотря на нас, видели в нас действительно письмо Христово. Видели в нас Иисуса Христа, вот давайте об этом переживать, вот об этом больше задуматься, а не о том, поют ангелы, допустим, или не поют. Узнаем вечность, друзья. И потом, что мы знаем еще наверняка, что мы, люди, поем. Каждому из нас Бог дал способность петь. Не все мы, естественно, можем петь, допустим, в хоре, не все мы можем петь как-то соло или еще как-то профессионально, но мы все можем петь, допустим, дома, мы все можем петь общим пением, так давайте прославлять Бога пением. Раз Бог нам дал вот эту вот способность такую, давайте его будем прославлять, прославлять пением. У нас есть прекрасные сборники, песни о возрождении, уже много молодежных сборников разных вышло. Вот недавно, этим летом, допустим, я выложил в телеграмме в виде отдельного канала полностью песни о возрождении, так что ссылка будет там в описании, переходите, подписывайтесь. У нас также создан, как вы уже знаете, музыкальное хранилище нашего братства, где уже несколько тысяч композиций собрано, так что, пожалуйста, подписывайтесь, переходите, слушайте, разучивайте и прославляйте Господа пением. Остальное, что нам здесь на земле не открыто, узнаем вечности. За все, слава Богу, за все, что у нас есть, вот за это будем благодарить Бога, будем правильно ходить перед Богом, стараться в этом. И пусть Господь вас в этом благословит, и вас, Сергей, тоже не зацикливаться на вот этом, на пении ангелов или не пении ангелов, а самим петь и прославлять Бога. Пусть Господь нас всех благословит. С вами был Сергей Рудаков. Подписывайтесь на канал, на наши ссылки все в описании. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. И до новых встреч!